Здарова мужики и доброго дня леди! Это обзоры от Mob.ua и как всегда я трэш. Друзья, сегодня я поведаю о душевных муках, которые испытал на днях. Девять кругов ада Данта Лигери не сравнятся с тем, что довелось пережить мне. Виной тому знакомство с творениями вьетнамского разработчика Донган Гуэна. Вы наверное уже все знакомы с его главным детищем Флаппи Бёрд. Так вот, мне посчастливилось познакомиться с еще двумя. Сюрикен Блок и Супер Болл Джанглинг. Все три игры великолепно справляются с двумя своими важнейшими задачами. Беспощадно убивать время и пуканно разрывающе бесить. Причем бесить настолько сильно, что планшет в любую цену хочется разбить, чтобы прекратить это самоизнасилование. И не важно какому типу людей ты относишься, они все равно причинят тебе боль. Да их можно использовать в качестве пытки. Если заставить человека играть в это, я уверен, что он сойдет с ума быстрее, чем от капель падающих на голову. Для тех, кто пропустил возможность ознакомиться с Флаппи Бёрд, я проведу краткий инструктаж, а после перейду к остальным. Казалось бы, что страшного в пиксельной птице и трубах из Марио. Но, добавив прыжок и закон о гравитации, задача становится невозможной. Причем, сука, прыжок и расстояние между трубами рассчитаны так, чтобы малейшая погрешность в миллиметр привела к неминуемому проигрышу. Ты, блять, проигрываешь и проигрываешь. Не долетает даже до пятой трубы. И это бесит. Создается впечатление, что ты умственно отсталый, если не можешь это пройти. Что у тебя что-то с руками, что ты калека. Ведь все, что от тебя требуется, это тапать по ебаному экрану. И постепенно, игра наводит на мысль о самоубийстве. Безумие, это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде, на изменения. Так, дальше сюрикенблок. Перед вами стоит 5 китайцев. Или японцев, хрен этих пикселей знает. И в общем, в голову этим человечкам летят сюрикены. А отбить их можно, только вовремя тапнув по малюсенькому сюрикенчику в полете. Ты постоянно не успеваешь или не попадаешь по сюрикену своим толстым белым пальцем. Игра, наверное, специально создана для этих маленьких желтых ручек. Этих ебаных узкоглазых пи***. Потому что нужен двадцатидюймовый б***й планшет, чтобы попасть по ебаному экрану. Да кого угодно это за ебаный, не представляете, как это бесит. Но если вы думаете, что невозможно придумать игру, которая будет бесить еще больше, чем две предведущие, вы ошибаетесь. Посмотрите на Супербол Джанглинг. В этой игре нам нужно просто чеканить мяч. И, казалось бы, да, сложно вовремя тапать по экрану, чтобы набить мяч даже пять раз. Но после этих пяти появляется второй мяч, который нужно отбивать тапами по другой стороне экрана. И тут твой мозг превращается в запаренную овсянку. Нельзя просто так взять и набивать мяч двумя полушариями уже расплавленного мозга. А оказывается, что это б***ть невозможно. Да сколько можно проебать? Б***ь, сука, ебаную мать. Надеюсь, на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще много всего интересного. Тебе ничего не будет? Там такие же нормальные люди, как и я. Это был обзор от Mob.ua и от Рэш. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова